МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назад! Может, он не слепой, а просто симулирует? На самом деле, видит намного лучше нас, посмеивается над нами. Да слепой я слепой. Вам до этого дела не должно быть. Вот и занимайся текущими делами. Они лично вендеттой. Товарищ полковник, я вам хочу напомнить, что из-за Царева погиб Володя Плотников. Это ваш сотрудник и мой друг. Если кто-то защищает такого свидетеля, как Мухин, то какого уровня тогда этот кто-то? Я тебе за что плачу? У тебя какая кличка? Поправка, кажется. Ну вот и поправляй. Дима! Ксюша, извини, пожалуйста, сейчас негто разговаривать. Ах, той. Ну да, получилось неловко. Ваша девушка подумала черт знает что. Давайте больше не будем давать ей поводов. Я устала. А я тебя предупреждал. Быть декабристкой скоро надоест, а бросить калеку это... Я сегодня останусь ночевать у папы. Давно не виделись. Кири, привет. Вы сами хотели суд Линча. Да пошел ты. Опять на ты. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ничего себе ты чокнулись, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ну как же так? А? Слушай, дядя, вали отсюда! Валить не вопрос! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваша трость. Спасибо. Как вы? Я в порядке. А Витя? А эти жить будут. Отлично. Вы меня спасли? Да, бросите. Я Дмитрий. Вадим. Очень приятно. Вас проводить? Нет, нет. Я тут рядом. Вы, Дмитрий, молодец. Не каждый зрячий так сможет. Вас точно не нужно провожать? Нет, спасибо большое. Рахманов, Рустам Ибрагимович, главный бухгалтер. Не шатаются. Все нормально. Мы с тобой давай инвалиды теперь. Убит при ограблений в своей квартире. Гаврилов Федор Сергеевич, второй замдиректор военно-строительного управления. Убит при ограблении в своем доме. Мухин Борис Петрович, президент Зетта-банка. Убит в собственном доме во время ограбления. Мухин Борис Петрович, президент Зетта-банка. Ты же сказал, что не придешь. Пап, что случилось? Все в порядке. Пап, что происходит? Ерунда, не обращай внимания. Да как не обращать внимания? Тебя что, ограбили? Да нет, я искал кое-что. Искал с пистолета в руках, да? Так, ты вызвал наряд. Не надо. Пап, знаешь что? Не надо никуда звонить, Ксюша. Что, опять не хватает? Да, чуть-чуть. На. Спасибо, Зиночка, что выручила. Ты же знаешь, я с пенсии отдам. Да, отдашь, когда сможешь. Пойду по глазу и кормить. Иди. Старые-то лавочки убрали, а новые-то когда поставите? Триста раз уже звонила. Ах ты, звонила. Так если убрали, надо новые ставить. А то вы не знаете, как у нас все делается. Да знаю я все это. Знаю. Работать надо. Умные все. Я не одна тут живу. Ну, надо же, а. Здрасте. Ну, правдом тоже мне звонила она. Да никуда она не звонила. А-а-а! Помогите! 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 А-а-а! Ира! Здорово! Опа! Это что такое? Все сильно заметно? Ну, как сказать. А что случилось-то? История страшная. Потом расскажу. Что у нас сегодня? Пенсионер в собственном подъезде наживая. Ну, тоска. Жди здесь меня. История. Вставай. Хорошо. Ну, что я? Стой. На подножку. Давай, назад. Назад его. О, молодца. Стоять. Держи. Это тебе. Что это? А ты что, не чувствуешь? Это очки. А то, Джим, убить твою физиономию. Еще втык мне ставит за то, что не уберегла. Это кофе. Спасибо. Бутер будешь? Нет. Ну, и рассказывай, что у тебя там случилось. Слушай, поехали. А то убийцы дедушек не любят ждать. Слушай, у тебя прям какой-то синдром Шерлок Холмса. Что это такое? Ну, это когда скучно обычными делами заниматься. Ну, всякая бутовуха, смирать пенсионера. Тебе же подавать что-то такое эдакое, необычное. Конечно. А что такого интересного в убийстве дедушки, которого убил, наверное, какой-нибудь наркоман? У меня много миллионное дело из АБП лежит. Кстати, к этому миллиону причастен Сарел. Зацепки есть какие-нибудь? Мы с твоим дядей расследовали череду ограблений с убийствами. Я считал, что это за казняки. Володя так не считал. Шерлок вообще арестовал каких-то совершенно левых людей. По материалам АБП все убитые так или иначе были связаны с этой коррупционной схемой. Значит, за казняки? Господин, не бывает. Как только АБП взялся за дело, сразу посыпались куча смертей. За чистки концов, да? Конечно. Чтобы не выйти на главного. А Царев не может быть этим главным? Нет. Царев, по всей видимости, сам охотится на этого главного. Так что найдем главного, найдем и Царева. Как мы его найдем? По этому делу фигурировали еще два свидетеля. Их хотели подключить, но не успели. Дело закрыли. Так что мы должны их с тобой найти. А пока вперед. К дедушке, как я выгляжу? Сколько Базилия? О, Базилия. Мне так уже говорили. Вперед, лиса Алиса. Эх! Стоп, позови. Бежим! О, Ефремов, ты чё, под Лену накосишь? Да. Слушай. Комаров Лев Николаевич, сорок девятого года рождения, почтальон на пенсии. Проживал один в квартире сто пять. Ножевые. Три удара в область живота, не более двух часов назад. Поджидали, наверное. Я поручила участковым снять запись с камеры подъезда. Они что, работают? Представь себе. Что в квартире? Ну, судя по всему, жил он очень скромный, даже можно сказать бедный. Следов ограбления здесь нет. Да и красть-то особо нечего. Что скажете, Ефремов? А что тут говорить? 90% случаев стариков убивают из-за квартирного вопроса или из-за наследства. Мухи не обидят. Да за что ж его, а? Скажите, у него пенсия когда была? Да уж точно не сегодня. Он у меня утром в магазине десятку на что-то занимал. Так, вот. Вот ваши записи. Вот это за 30 минут до возвращения Комарова. Из магазина. Молодой парень подходит к подъезду. На глазах у него капюшон черный. Лица его не видим. Заходит в подъезд. Смотрите, следующее. Через полчаса. Комаров с авоськой, в которой лежат продукты, подходит к подъезду. Открывает дверь и заходит внутрь. Ага, и вот ровно через три минуты. Тот же парень выходит из подъезда. Подносит руку к лицу. Он, кажется, чешется. Он чешется, он же... Наркоман. Ну что, участковый, открывай тайну. Где у тебя тут наркопритон? Ну вот, в пятом подъезде Витька живет. Все знают, он наркоман. Витька. И дружков водит наркоманов. Они за дозу родную мать зарежут. Скажите, пожалуйста, похож на Витьку? Ой, не знаю. Да что не знаю? Витька это. Точно Витька. Ага. Квартира какая? Покажу. Слушайте, что-то все это не очень интересно. Можно я поеду домой? Нет, это мы поедем. А вы будете продолжать дело. Это нам, что ли? Да, нам. Блин. Осторожней. Прости. Осторожней. Голова. Ух ты. Комната, как у тебя. Только все загажено. Ну, если бы ты был наркоманом. Далеко, что я не наркоман. Ну, что, Витек, рассказывай, зачем дедушку зарезал? Я никого не резал. Опа. А вот и куртка. Как на видео. На ней погровые пятна, похожие на кровь. Дурак ты, Витек. Куртку сразу сжечь надо было. А ножик ты, Витька, помыл и перепрятал? Дай посмотрим, что там. Телефончик, да? А в телефоне, в заметках, адрес Комарова. Совсем скучно, да? А что, здесь где-то есть цветы? Цветы? Ну да. Фиалки какие-то. Ксения. Здравствуйте. Я вот документы собираю. Да. Главврач просил подготовить график подготовительных процедур, чтобы назначить дату операции. Да, конечно, я поговорю с Димой и сразу вам позвоню. Ну, в общем-то, все. До свидания. Ксюша. Миш, то, что мы с вами, это, то, что мы, это, давайте все забудем. Это неправильно. Простите, до свидания. Добрый день. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день, Катенька. Нет, тут нет. Что ты ищешь, да? Выгляжу как идиот, да? Ну, я привыкла. Нет. Во. Что здесь находится? Отойди. Нет, не хватало на дозу. Я решил его грабануть. А я проследил за ним, адрес я записал, потому что у меня память, ну, она плохо работает, у меня память. и я на удачу шел. Я не знал, что у него денег нет. О. Опа. Пакет. А в нем деньги два порошка. Один коричневый, другой белый. О, видишь, какой у меня нюх. Оричневый героин, белый амфетамин. Его делают из фенилуксной кислоты, поэтому так сильно пахнет. Чувствуешь? Сколько здесь? Грамм 50. А ведь он больше тысячи стоит. Витек, ну что, весь твой гонорар за убийство? Чего? Кто тебе заказал комарова? А, никто. Я сам пришел и все украл. Сам? Угу. Тебя ведь скоро подоломыть начнет. Понадобится. А? Да. Может, скажешь? Нет. Вить, кто? Ну, нет, так нет. У нас ведь времени много. Ты переночуешь пока в камере. На выход его. Какой камере? Какой камере, ребята? Где мой порошок? Ты один? С кем я должен быть? Ну, мало ли. Что это такое? Если ты про очки, это косметическое средство. ударился на тренировки, Кира не подарила для маскировки. Вот. Понятно. Дурацкий. Да ладно. Ты сильно занят? Да. Тогда я быстро. Стефанов хочет срочно готовить тебя к операции. Так что завтра поедем в клинику делать обследование. Нет. Знаешь что, Дим? Ну, завтра нет. Только после того, как закончу это дело. Обещаешь? Конечно, обещаю. Тебя же не переборешь. Дима. Дима, прости меня. За что? Ну, просто прости и все. А что случилось-то? Да. Я вдруг подумала, что я совершенно не понимаю, что значит совсем ничего не видеть. Ну, зачем тебе это? Я нашла ресторан, называется «Темнота» с вопросительным знаком. Там все происходит в темноте и официанты слепые. Я заказала столик. Пойдем? Ты точно этого хочешь? Точно. Очки эти выбрось. Дурацкие. Витька, доброе утро. Ну, как ты, братан? Не отъехал еще? О, плохо, да? Ну, чего? Скажешь, кто Комарова заказал? Дить, пятно. Ну, понятно, ладно. У нас еще много времени. Вот еще одна история. Как-то один раз мы с твоим дядей на лодке... Я его не знаю. Конечно, ты его не знаешь. Ты его даже никогда не... не мужика, который заказал. Я не знаю. Я его не знаю. Смущаюсь. Там темно было. Он лицо прятал. А фото, значит, запомнил? Я не могу. Как выглядел мужик? Как он на себя? Рост, голос, приметы? Как связывался с тобой? Не помню. Я не понял. Я не понял. Я не знаю. Я обычный рост. Я не знаю. Я не знаю. Тошнитесь, что ли? Дежурный! Вообще-то, в юридическом смысле этого слова это пытка. Вообще-то, в юридическом смысле это называется задержание. Здравствуйте. Привет. Привет. А то, что наркоман не может достать в камере наркотики, это нормально. А по-человечески? По-человечески нельзя дедушек резать из-за квартиры. Что там с наследниками? Ну, ближайший наследник это его родной брат Николай Комаров. Есть еще троюродная сестра, но она живет в Воронеже. В Воронеже-то далеко. А брат где живет? На Бабушкинской. Привет, дедушка. Привет, привет, Слав. В однокомнатной квартире вместе с сыном. О, Ташка. Слушай. Почему ты так далеко все время стоишь в машине? Без понятия. Послушай, нельзя так со старшими по званию. Вот так. Я как вчера узнал, господи, что за жизнь-то проклятая пошла? Вот в наше время такого не было. Пенсионеры, они уже от нищеты загибаются, а их еще... Вот бедная Левка-то. Ну, ваше-то положение скоро улучшится? Чего? Ну, наследство. Да какое наследство? У Левки за душой ни гроша не было. Он же свихнулся на этих рыбах-то. Уже лет двадцать как. У него же штук десять аквариумов был. Все деньги на них спустил. Хорошо. Ну, квартира-то вам останется. Да какая квартира? Он ее продал уже давно. А жил вот на съемной. А денег-то не шеша. Так что вскоре уже у нас бы оказался. О, становится уже интереснее. Вот остался от него один только аквариум. Хотел я его было в унитаз спустить. Да вот Степка, сын, уговорил оставить. Ну, на память. А дядя. Здрасте. Здорово. Это из полиции. По поводу дяди Леву пришли. Да. Я уже уходил. Может, хватит? Это моя скрипка. Она помогает мне дымить. Сидите, сидите, сидите. Ефрем, а по... А что у тебя с лицом? Это тренировка, Тигран Женебекович. Понятно. А что там по делу пенсионера? По-моему, все ясно. И что ж там ясного? Маркоша хотел ограбить, потому что на дозу не хватало. Все дела. Тигран Женебекович, а Дмитрий считает, что это не ограбление, а заказное убийство. И я с ним согласна. Опять? У вас, по-моему, маня на эти заказные. Почтальона заказали, пенсионера кто, за что? Говорю, наркоша ограбил. Адрес в телефон записал, потому что под кайфом мозги не варят. А заказчик он тебе выдумал. Потому что у него ломки были, а ты ему дозу обещал. И ты, Ефремов, смотри мне с этими играми. Если еще раз. А откуда же у него тогда деньги, наркотики-то? Барыжить начали. Пришел ответ на запрос. В 92-м Комаров работал шофером. Его грузовик врезался в такси. Виноват был таксист. Комарова отпустили. В такси ехала чеченская семья Дагаевых. Муж, жена и их 15-летний сын Умар. Все погибли, кроме сына. Рано закрывать дело, Тигран Джимбекович. Что? Вы еще хотите сюда кровную месть приплести? А помните, в Швейцарии разбился самолет с детьми по вине диспетчера? Отец лишился детей. Переехал в Швейцарию и убил диспетчера. Ладно, работайте. Как на сердце моем не разбитал. Оборудование завезли, не устанавливают. Это раз. Второе. Вот эти прилавки надо убирать. Прошлый век. Концепция меняется. Идем ногу со временем. Ты меня понял? Умар Ахметович? Да. Мы можем с вами поговорить? А у меня с вами все вопросы решены. Вы что, новенькие, что ли? Тогда идите в офис к моему заму, он вам все объяснит. Вы не поняли. Мы из убойного отдела. Хотели поговорить о бывшем водителе Льве Комарове, который когда-то врезался в одно такси. Это раз лишил меня семи в пятнадцать лет. Вы знаете, каково это? Извините. Да. Скажи ему, что обвернул деньги завтра. Все. Вы потерпели тяжелую утрату. Повинили во всем Комарова. Да я понял, что вы меня подозреваете. Значит так. Я когда подрос, стал его искать. И нашел. Хотел поквитаться. Но дед запретил строго-настрого. А воля старших для нас закон. У меня есть хороший специалист по зрению. Давай я позвоню. Спасибо. Я завтра уже иду к своему. Извините. Да. Скажи ему, если он деньги не вернет завтра, пусть пеняет на себя. Все. Деньги выбиваете? У меня фонд помощи детям. Я содержу шесть детских домов. А один мой партнер из этого фонда деньги увел. Собака. Ну вы не бойтесь. Никто убивать не будет. Он просто деньги вернет завтра. А когда ваш дедушка умер? Месяц назад. Вы ничего не понимаете в наших делах. Даже если дедушка умер, его воля для меня священна. И потом. Я бы никогда не стал никого на немать. Я бы все сделал сам. Потому что это не по-нашему. И с удовольствием. Но Аллах все сделал за меня. Если у вас есть еще ко мне вопросы, вызывайте повесткой. Ну что, мотив железный вполне мог нанять. Денег у него много. Подождал, пока дедушка умрет. Да, вот только одной не вяжется. Что? Не странно их традиции. Все, что он говорил по поводу воли предков, это все не пустые слова. Про запрет дедушки можно и придумать. Это не доказательство. Нужно крутить его дальше. Ну крути. А ты? Я буду копать. Ты бы что посоветовал? Я бы из Сомовых что-то одно. Красивее, конечно, анцитрусы. Но лучше брать пару, а не одну рыбку. Господин Федор, вот думаю рыбок завести. Ты не обидишься? А? Не советую брать. Представляешь, оказывается, китайцы вывели золотых рыбок еще полторы тысячи лет назад. А скалярии в Европе появились где-то в 20-х годах прошлого века. У нас веся какой-то кто рыбками увлекся? Это вообще космос. Я познакомился с королем рыбных формов. Его такой зовут Король Рыбак. Даже телефонами обменились. Пока ты там на рыбных форумах зависал, я нашла нового подозреваемого. Отлично, кто он? В автокатастрофе погибли не только родители Догаева, но и таксист. У него тоже оказался сын и очень непростой. Я уже взяла его в разработку. Ну отлично. Сразу чувствуется школа. Дай пестик. Ты серьезно? Абсолютно. Да. Не-не-не. Вон туда. Ага. Ай, как я давно это не делал. Ну как? Ну что? Ну, а давай я помогу. Подожди, подожди. Ладно, у меня тоже есть кое-что для тебя. Пойдем расскажу. Пестик возьми. Он же табельный. Вот именно, поэтому и бери. Здесь что, вообще никого не попало? Нет. Заходи. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. У нас возникла пара вопросов. Ага, проходите. Держи. ВМС Рыбак. Так, держи. А, вот. Вы ее на совсем, а то это по единственной фотографии Левкина. Нет, конечно, мы вернем ее. Да, Роман, получил? Ну что? Здрасте. Проходите, Степан, садитесь. Да ты что, ничего себе. Здрасте. Спасибо, я у тебя в долгу. Знаете, я все думал, почему же убили вашего брата? Ограбить не ограбили. Наследство никто не получил. Мстить тоже никто не мстил. Тогда что же? Но случилось одно весьма материальное событие. Правда, Кира? Да. Этот аквариум переехал сюда. Что? Аквариум. Николай, вы чуть было не вылили в унитаз сотни тысяч долларов. Хорошо, что Степан не дал вам этого сделать. Чего? У вас в аквариуме плавает платиновая Раванна. Самая дорогая рыбка в мире. Вот мне только что сказали. Стоимость ее доходит до четырехсот тысяч долларов. В зависимости от размера. Поэтому, по всей видимости, ваш брат именно из-за нее продал квартиру. А только что на форуме выложили объявление о продаже Раванны. Выложил ее человек с ником Грегор семьдесят восемь. Я думаю, что айтишники быстро вычислят айпи-адрес, Степан. А криминалисты быстро обнаружат отпечатки пальцев на фотографии вашего дяди, которые вы показывали Витьке Торчку. А Витька Торчок опознает вашу одежду и ваш шарф, которым вы прикрывали лицо. Да вы чего? Вы чего вы несете? Степан, ты чего молчишь-то? Николай, Степан нанял наркомана, чтобы убить вашего брата. Понравилась рыбка, да, Степан? Надоелось с папкой жить в одной комнате? Господи. Степан. Тихо. Назад. Назад. Назад, я сказал. У него пистолет-травмат. Ух ты, травмат. Ну, с такого расстояния бушку прошибет. Сынок, сынок. Ты что творишь-то? Тихо, тихо, папа, тихо. Ты что творишь-то? Ты подумай, ты подумай. Тихо, папа, все будет хорошо. Я... Я уйду. Кира Канделява. Я поняла. Стоять! А это уже не травмат. Пистолет на пол, лицом к стене. Руки за спину. Сынок. Ты чего? Что же ты наделал с сыном? Сынок. Я нашел двух фигурантов по делу о коррупции. И они еще живы. Значит, мало узнают? Может быть. А может быть, успели свалить за границу. Один живет в Канаде, а вот второй только что вернулся из Лондона. Некто Зайкович. Топ-менеджер в холдинге «Гигантстрой». Иди, покажу фотографию. Зайкович, фото. Как он? Ну, топ-менеджер. Прямо по роже написано. Думаешь, он знает всю цепочку? Я спрошу. Эй! Ой, Миль, пардон. Чего расселся? Пошли работать. А то в Москве машин много. Если закажут царапину, бить будут. Долго не протянешь. Жду тебя. Слышал, Ксюша тебе насчет операции договорилась? Ага. А вообще, как у вас с ней? Чего это ты спрашиваешь? Ты с ней вроде не кантачишься, что ли? Ну, пригласила в ресторан. Что? Если она тебя по кабакам водит, врачи от тебя ищут. А ты с ногими стажерками мир спасаешь, да? Тебе-то какая разница? Да никакая. Красавчик. Бонд. Джеймс Бонд. Да перестань ты, не извиняйся. Я тоже на работе заматываюсь. И потом нас никто не забывает. Гена Попов постоянно с нами, он мальчишек тренирует. Потом теть Том звонит, Джем. Что ты беспокоишь? Ну, они коллеги, а я все-таки как-никак родственница. К нам Димка заходил пару дней назад, дядя Федора приводил. Чего? Чего-то тихо, как-то подозрительно. Гришка! Мишка! Да какой быстрый? Это что такое? Мы не научно! Мы не знали, мама! Что вы не знали? Мы не записали, мама! Откуда это вообще? Смотри, что я не носила, да? Давай, давай, давай. Рашист. Башмар, это что такое? Выжимайте, выжимайте в таз! Выжимай тряпку! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доигрались? Мама! У меня специально! Правда! Мы не знали! Ну, мам! Давайте, давайте! Трите! Лучше! Полина Львовна, извините, извините! Оля, я, конечно, все понимаю! Ну, что-то надо делать! Ведь новая боль, то одно, то другое! Ведь два месяца не прошло, как вы креете! Извините, пожалуйста! То нальете что-то, то долбасите, чертите! Чем? Мореходы, как вы не заметили, что вода через край пошла? Мам, нам новый катер купили, а мы его испытать хотели! Жесть! Короче, я дверь не закрываю, спускайся! Смету будем составлять! И все! Пойдем играть в катер! А ты сказала, а нет, а ну ты сказала… Так, не ссорьтесь! Я сказала, давай пройдем один уровень, и все! Пойдем играть в катер! А ты сказала, а нет, а ну ты сказала… Нет, ну ты сказала, а нет! Так, все! Без компьютера на две недели! Мама! Мне не надо! Что, мама? Так, убирайтесь быстро! Почему за вас Кира убирает? Мама! Мама! А мы с Кирой пойдем чай пить! Как всегда! Мы не народа! А ты думаешь, да, что мы должны? Все, пришли! Слушай, может быть, все-таки не надо? Я не за себя беспокоюсь! Ну ладно тебе, это же как поезд с закрытыми глазами! Говорят, все чувства, они обостряются! И обоняние, и осязание, ну прикольно в общем! Пойдем? Пойдем! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Оля! Я буду вашей официанткой! Пожалуйста, положите мне руки на плечи, и я вас проведу до ваших столиков! Пожалуйста, сдайте мобильные, часы с подсветкой, зажигалки, фотоаппараты и все блестящее! Спасибо! Проходите! Здравствуйте! Я вашей официант Светлана! Прошу следующие четыре человека положить мне руку на плечо, и я проведу вас к столику! Пошли! Готовы? Аккуратно, ступинка! Давайте быстрее, а то столики ваши займут! Прямо подземелье! А будьте, товарищ Шампанского! Так здесь душно, да? Да нет, вроде нормально! Пожалуйста! Там газеты, журналы, кроссворды, журналы, кроссворды… Все дают! Ну, ты что, не волнуйся, это паника, она пройдет, не волнуйся! Могу прям, да, все как могиле! Ну, расслабься, ты в большой комнате, рядом со мной, все нормально! Ну, хочешь, уйдем! Я тебе попробую! Да? Ну, пожалуйста, наше вино! В порядке? Девушка, можно мне еще бокальчик? Света! Света, вы здесь? Света, отошла! А меня зовут Оля, чем я вам могу помочь? Кстати, Света брюнетка, а я блондинка, так что не перепутайте! Девушка, выведите меня отсюда, пожалуйста! Ну, газеты, журналы… Что тут? Господи, поскорей бы все это закончилось! Ну, вы даже десерты не попробовали! Выведите меня отсюда, пожалуйста! Ксюша! Дима! Что случилось? Прости, прости, пожалуйста! Прости! За что? За что? Прости! Прости! Ну, ну, что тут? Что тут? Вот видишь, какие у тебя братцы двоюродные! Да, чувствую родную кровь! И как? Лишение компа помогает? Да, ты знаешь, это такое наказание средней тяжести! А высшая мера? Я им запрещаю на тренировке где-нибудь по полу ходить! Это такая мера устрашения! Но пока, пока действует! Все равно сурово! Нет, ты знаешь, я даже рада! Покой нет, конечно, никакого! Но ты помнишь, что врачи тогда сказали Гришке? Он же, по идее, вообще сейчас не должен с кровати вставать! Это в лучшем случае! Хорошо, что тогда Володя все успел сделать! Что? Приступ был! Два часа назад! Но я сама укол сделала! Скорую вызывать не стала! Он чуть поел и заснул! Что? В кармане возьми! Ребята из СОБР сбросились! Теперь должно хватить! Я звонил в Дюссельдорф, можем ехать! Два дня на обследование, а потом операция! А ты что, не знаешь? Что? Доллар! Что доллар? Доллар! Доллар! Евро! Вы что там новости совсем не смотрите? На сколько? Почти в два раза! Опять деньги искать! Слушай! Может быть мы эту квартиру продадим и снимем однушку за городом? Нет! У нас двое детей! А у тебя есть варианты? Нет! Нет! Я тогда не знаю, что делать! Уже все, кто могли, помогли! Ты с халтур не слезаешь! Что нам, с картонкой в метро спуститься? Попробую ложить! Давай я! Все будет хорошо! Давай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло! Это Плотников! Майор Плотников! Теперь будешь Ефремову собираться и помочь! Кир, а у тебя пистолет с собой? Так ну-ка марш давай! Убирайся! Мам, мы не специалист! Марш отсюда! Да ты за Ефремова-то не беспокойся! У него же Ксюша! Да ты за Ефремова-то не беспокойся! НЕМЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Царев проник ко мне на дачу Там он, конечно, не нашел то, что искал Но сам факт Что Ефремов? Опекаю, как вы велели Вчера какая-то блядь она хотела обидеть его Пришлось вмешаться Познакомились Опекай Царева вы найти не можете Может быть, ему это удастся Он в опасных направлениях копает А ты на что? Опасное направление пресекай Направляй на правильное Понял? Здравствуйте У меня встреча с господином Зайковичем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok